Музыка 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 в порту где-то в 7 ну и тогда сразу надо было ехать не буду же спать и потом завтра по пробкам ехать и потом без рабочего времени нужный съезд закрыт а где мне сейчас ехать интересно это просто невероятно и главное что в этой машине нету немецкого аппарата и это означает что я сейчас еду и дорога у меня не куплена это все очень очень даже печально но тут парковка надо остановиться в интернете покупать дорогу и потом уже ехать дальше это занимает времени хочется спать вроде смотрится что стоять тут будет где хотя пока еще не сказано ну что на первом месте загрузился сейчас сейчас поеду на второй на втором месте я прибуду через 30 секунд в двух местах загрузился сейчас еду в порт только только до 50 километров сегодня у меня получается конечно это не радует что это не это не не что это не это не ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня есть 4 часа до парома, нет, даже 5. Вот решил почистить кабину. Вот видите, как тут много пиля. Я где-то неделю, может быть, пару дней больше, недели не чистил. Тут снизу кровати. Просто потому что, ну, я так делаю. Где-то раз в две недели я поднимаю кровать и чишу тут. Вот видите, как много пиля уже. Но многие вообще тут не чистят. Потом тут ужасно. Ужасно, что творится. Вот так. Почищу кабину, чтобы воскресенье было у меня свободное. А то я обычно в воскресеньях чищу кабину. Ну, либо в свободных моментах, как сейчас. Но так обычно в воскресеньях. Вот хотел показать. Вот Латыши делает такой хороший полироль для автопанелей. Мне он очень нравится. Я обрабатываю все. И мне нравится. И мне кажется, что пыль не так уже, не так уже скоро возвращается. Если вот именно с этим средством все обработать. Вот так. У меня только чуть-чуть осталось, к сожалению. Но я так и так скоро домой поеду. Так что нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... теперь надо только подождать будет у меня вкусный вкусный ужин ну готовлю только в прицеп и конечно хорошо что место позволяет у меня у меня немножко немножко место осталось вот так я закрепил груз чтобы груз не двигался не двигался поставил эти доски 2 и поставил там полеты потому что просто если допустим вот брать так то это полета могут то скала скользнуть ну тут у меня как бы язык немножко теряет контроль потому что вкусный ужин ожидает поэтому это не так уже хорошо говорю по-русски сейчас но то так же и если допустим не было бы палетов тогда я не смог стропой нормально все закрепить а если вот есть такие полеты тогда все полегче но у меня как раз 4 полеты были сегодня у меня три разгрузки надеюсь что получу уже загрузку на италию и загружусь уже сегодня то есть вечером чтобы я смог быть уже на пароме посмотрим как будет так сейчас я буду вставлять новую шайбу то есть сперва фамилия потом имя местонахождение дата когда вы поставили шайбу номер машины и километраж это шайбу я поставил в пятницу фун нету субботу субботу вечером эйс и как бы вытащил только сегодня я оставил на где-то 36 часов зачем потому что когда пауза тогда можно оставить и по шайбу уже видно что весь этот период вы не ехали и километраж остался ноль так что я даже слыхал что некоторые инспектор если вы там поменяли шайбу на на время отдыха то они даже штрафует за это что это типа работа как бы когда ты меняешь шайбу это тоже работа и ты как бы ты как бы работаешь во время отдыха сразу поставлю молотки потому что я меняю шайбу я как бы работаю еще я пойду посмотреть машину две минуты где-то так что это такое где-то воздух травит так тут одна по моему слангочка была такая нехорошая но потом после разгрузок посмотрю я начинал ну так что нормальный день это заканчивать 8 то есть после 13 часов внутри раза в неделю можно можно работать 15 часов и думаю сегодня будет этот день потому что иначе до порта дойти не смогу но если конечно будет загруз так я на первом месте но тут такая непонятка не понимаю вроде по названию не то улица и номер совпадает пойду знаю нет место неправильное но название название тоже нету нигде он мне сказал что типа в другой стороны есть какие-то компании но такую компанию он не видел там так что может быть просто как название компании не то вот так выяснилось что это норд карьер выяснилось что это норд карьер где я должен разгружаться вот опять кто-то кому-то что-то не сказал на этом потерял полчаса еще вот сказали мне подъехать к 20 либо к 21 рампе но там уже все занято это это совсем плохо стою в пробке вот как бы по е6 там происходит ремонт туннеля решил ехать по е18 но тут тут тоже как бы не очень хороший выбор потому что тут сейчас все едут из-за того что до драмы на как бы прикрыли туннель в 1 латыша сгорела машина и сейчас там туннель закрыт так как есть дефекты какие-то туннели вот так так что сейчас едет по этой дороге так что тут пробки я тут подумал может быть было может быть было интересно если я говорил на таком языке как на таком языке как russian english как бы у меня еще 2 loading places стою я на трафик джем да хочу хочу ехать на италии было бы грейт страшно было бы правда если я так говорил ну пробка тут довольно довольно большая там по моему один светофор для него еще надо доехать пробка пробка коробка передач пробка 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 едем же едем зеленый горит вот что то есть вообще-то осло сразу ассоциируется с проблемами потому что пробки еще очень дорого тут за тут за несколько километров надо платить довольно много сейчас не скажу не помню так эти типы но когда я смотрю тут понимаю что да дорого допустим допустим ехать туда обратно туда обратно там по осло это очень дорого также если если нету загрузки то после разгрузок то есть найти место где постоять практически невозможно ну кто же там будет ехать если не мы аусландеры как немцы говорят и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok